Даже небольшой оползень может стать причиной крупного транспортного коллапса. Сегодня утром на Зеленском съезде произошел сход грунта. Из-за размыва дождем земля сползла на проезжую часть и заполонила половину полосы, что сразу обернулось многокилометровой пробкой в самом центре города. Ну вот, видите, пробка. Я уже опоздал ко врачу, я бегом-бегом. Пробка речта у вокзала идет, вот пешком иду. Там все стоит вообще снизу. Я опоздал на целый урок, и мне придется представить объяснительную. Сюда никого не пускают. Пробка вообще сейчас уже прямо от масса канавинского стоит. И за этой грязью-то. Почти час стоит. Час-пять. Ну вообще все забито. Я вот в Кремль не могу, почту вот везти. Детей в цирк везу, в театр везу, опаздываю. Все перекрыто кругом, непонятно, где куда ехать. Ну, это уже не пробка. Ну пока вот нормализовали движение, пустили туда, здесь закрыли, все, движение пошло. Как уберут, поползли. Тогда и восстановим движение. Ну, видите, труба торчит, я не знаю. Может, из-за этого. Она законна вообще, эта труба? Чтоб очень сильный дождик, и вот поэтому оползел, сошел. Вода такая сильная, не справилась там. Там же нет ливневки. Просто там некуда было воды деваться, и она пошла здесь, из-за этого съехала. Ну, надо убрать, посмотрим дальше. Если не пойдет дальше, то откроет, наверное, движение. То есть, пойдет дальше, так и будем убирать, пока не прекратится. Ну, оползень. Ну, каждый год оползень. В том году тоже так же копали. Ничего не изменилось. Как оказалось, причиной этого природного явления стала изношенная дренажная система, которая не выдержала размытый дождем грунт. В районной администрации заявили, что оползень – это уже нормальное явление. У нас традиционно нижегородский район осенью отличается. Средственно, длительных и затяжных дождей у нас происходит намокание склонов. И, как правило, это уже, как правило, происходит обвал грунта в настоящий момент. Значит, у нас на сегодняшний день произошло два таких оползня. Один в 6 утра, другой в 8.30. Значит, в 6 утра съехал грунт в небольшом, правда, количестве на трамвайной пути улицы Октябрьской силами Нижегорода Литонстрасса. Он был, этот аварийный случай устранен в настоящий момент. И вот уже в 8.30 произошел более серьезный исход грунта в районе пешеходного моста. Это разорвало дренажную трубу. Вследствие естественного износа произошел обрыв, расхождение шва. Соответственно, вода пошла не по трубе, а на склон. И поэтому произошло обрушение. Будет произведена, как минимум, перекладка. Это ведение дождевых вод, проверка дорожного покрытия. То, что идет сверху на сегодняшний момент. И, соответственно, силами инженерной защиты города произведено восстановление склона. Продолжение следует...